Но этот абрикос я использовал как маточек, почти не использовал. Видите, я использовал как для прививки, поэтому это дерево уцелело. Смотрите, сколько привилось. Он не принял одну, не принял вторую, не принял третью, не принял ландебирку четвертую, не принял пятую. А вот шестая, вот, видите, вот это жалкое. А второе дерево, вот оно было, я использовал как маточное, резал, 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 оно погибло. Уже когда оно было отпилено, от нее сбоку пошел побег. Вот он, и второй побег. Один я успел перепривить, и теперь это называется суперсорт. Помните скромные плоды, весом до 140 грамм. Вот. Раз. Ну, ладно, вру 130. Не вру, а просто самый крупный я так и не взвесил. Теперь остается вторую привить. И, казалось бы, казалось бы, светлая дорога в будущее. Черт нас два. Надо было мне с дуру, когда я не думал, что приживется прививка, взять, посадить здесь грушу. Вот. А эта груша сразу заложила в светочные почки на третий, вот, мраморная. Мраморная для меня это суперсорт. Ой, какое это чудо. Не, чудеса, которые вы видели, это не чудо, а рядом с фароварной. Вот она, видите? Теперь опять Бориданова все умер с голоду, потому что он не мог выбрать два. Две кормушки были с отборным овсом, и он не мог выбрать ни ту, ни другую, потому что обе были великолепны. Долго выбирал, день за днем выбирал и умер с голоду. Теперь что мне делать? Вот. Суперсорт. И в одном метре мраморная груша. Тоже суперсорт. Вот уже плоди будут. Кого выбрать, кого убрать. В таких случаях я говорю, ребята, а, в полутора метрах еще один суперсорт. Видите? Почему так густо? А потому что я смогу пять-восемь лет брать черенки, а они все еще не будут мешать друг другу. Поняли, да? Значит, маточный сад, тут и надо выдерживать обязательно. Эти самые. Вот. Один метр. Нет. Тоже засветает. Тоже. Это на испытании сорт. Вот цветочная почка. Посмотрите сюда. Вот. Даже не буду глядеть, что это. Вот. Одна из слив. Отцветает. Что мне делать? Садить, как учат, пять на пять, десять на десять? Вот. Когда я говорю, садите метр на метр, на меня обижаются. Зачем мне так много? Я потом выбирать буду. Вот. Смотрите. Здесь два метра. Видите? Смотрите сюда. Ты знаешь, где лежат бутылки? Вот. Вот метр. А сейчас все круче покажу вам. Ну, пусть это будет фильм, потом на два разделю. Темы-то разные. Итак, сорт космическая. Слаще не бывает. Одна, две, три, четыре, пять, шесть. Еще раз. Отойдем в сторонку. Это учеба, друзья. Кому-то небось пригодится. Вот там яблони пошли. Видите, как отклоняются? Это они от солнца ищут. Это не случайно они вот так вот растут. Они ищут солнца. Но это другая тема. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Итак, шесть бруш. Все космические. Ну, сами понимаете. Черенки с них срезались. Вот. Видите? Здесь три черенка была срезана. Здесь четыре, семь, здесь пять, двенадцать, шестнадцать, двадцать пять. Вот. Ох ты, как я умудрялся. До этой руки не добрались. Что я сделаю, потом, когда уже съемка закончится? Вот так вот отрежу. И чтобы они точно так же давали мне червяки на прививку. Потому что это роскошь растить просто так. Вот. Это маточные деревья. Пока между ними метр, метр, полтора метра, полтора метра. И здесь полтора метра. Меньше полутора метра. Это маточный сад. И пройдет десять лет. И груша останется. Ну, наверное, парочка. Но за десять лет они меня будут кормить, 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 кормить и нахормить. Вот этот момент. Не бойтесь так садить. Почему? Груша, груша, рознь. Абрикосы, абрикосы, рознь. Какие-то пострадают от мороза. Какие-то, о чудо, ничего не пострадает вообще. У каких-то насчет гнить корневая шейка. Вы знаете, что у них разные посадки? Как это получилось? А почему здесь нет холмов? Это тоже учеба. А почему у меня морда не тычет? Я сам себе тычу. Почему здесь нет холмов? А сказать почему? Да потому что это бывший питомник. Вот здесь груши были. Они все привались подряд. Часть из них не были проданы и остались навсегда. Это так принято у нас. Часть остается в качестве микроклимата. Ну показываю свою работу. Вот одну хотя бы ткни и все. Теперь там микроклимат. Вот. Вот это была часть питомника. Остался мне на память. А я когда вот смотрю вот на такие вот. А нет, все, все, не буду отклоняться. Я сейчас туда бы заехал бы. И еще раз. Итак, все усеяно, все усеяно, усеяно отходами от того, когда мы абрикосы, яблони, груши, сливы. Мы вынимали с них семечки, косточки. Все остальное возвращалось в сад. Заметьте, кто-то когда-то, мягко говоря, странные люди и далекие от садоводства научили нас, что вот это все представляет опасность. У меня все это не более чем ценнейшее удобрение, вот которое после урожая вернулось обратно в сад. Ну вот теперь надо заканчивать. Сколько там прошло времени? 20 минут. Еще могу говорить целых 7 минут. Тогда что получилось 2 фильма. Но что мне сейчас сказать? Ведь я уже начал повторяться. А кто-то будет делиться на меня. Вот. Сейчас. А хожу об всем думаю. Вот так вот. Смотрите. Еще 3 дня назад лежал снег. Но против природы не попрешь. Видите, груша распускается. Вот. А я еще и обрезку не сделал. Ведь по идее мне, чтобы она дала веточки, я делаю так. Вот сейчас увидел вот это вот. Эта ветка останется. Вот. Вот эта ветка пустая. Она будет отрезана вот здесь. Вот та будет отрезана. Ну как пустая. Еще не плодносит. Я не собираюсь приближать плодоношение. Просто когда я вот здесь отрежу, вот здесь отрежу, она выбросит нормальные побеги. Вот такие вот. Для плодоношения. А почему здесь до самой верхушки приростов нет, а зато есть цветы. А ни разу не полито в дичайшую засуху. Это было свойство дерева. Но мне надо вернуть его маточное состояние. Эту я оставляю. Потому что, а вдруг там ошибка. На бирке что-то написано. Значит, я получу несколько плодов и убедюсь, что плоды соответствуют названию. А вот это здесь будет отрезана. Вот это здесь будет отрезана. Вот здесь. Почему? Потому что мне нужно привести вот в такой вид. Вот смотрите. Для того, чтобы дала побеги. Вот. Ну так. Любой из Юлии Сергеевны. Вот талант оказался. Я сам не ожидал. Как будто всю жизнь этим занимался. Так. Здесь был тот самый питомник. И теперь лучшая из лучших груши остается навсегда. Становится маточной. Видите? Раз. Вот это вот. Побрезговали. Представляете? Вот. Это тоже космическое. Ну, здесь весь ряд был с космическим. Вот. Они давно проданы. И уже все начало зарастать, дернуло. Как положено. А вот эта кривая горба-то я не это. И что вы думаете? Я ее себе посажу. Вот. Я выпилил примерно вот таких вот. Но это молодое. Вот это дерево. Вот самое крупное выглядит вот это. Было посажено 2015-го. Вот эти вот деревья из косточек были посажены 2015-го. Почему? Потому что я 2015-го купил этот участок. Тут уже кое-что мое было. Вот я посадил. Господи, шапка упадет. Примерно. Раз, два, три, четыре, пять. Да, 10 метров уже есть. Вот. Это с 2015-го года. Сейчас места 23-го. 23-го не считается. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. 8 лет. Время пролетело. Вот. И теперь мне надо. Прошло испытание вот это дерево. А это сенец самура. Плоды хороши до подвоя. Но у меня их перебор. Примерно урожай 10 раз больше, чем я ожидал. Теперь мне это дерево предстоит выпилить, не выкопать, не продать. Только для того, чтобы она не дала простор вот этой груши. Так уж получилось. Я долго увлекался абрикосами. Они сделали меня знаменитым. И результат. Теперь надо брать пилу. На том участке выпали уже порядка 20-25 деревьев абрикосовых. Хотя на них, если урожай не убьет, было бы примерно, если 20, а в среднем 20 деревьев, где-то деревьев 400. Никогда не будет в год. Потому что их больше нет. Одни бы не остались. Я вам показывал. Это жесткая правда. А как и нас все освободить? Вы думаете, вот это у меня случайно получилось? Вот был абрикос. Видите? Теперь его не будет. Зато груша. Груша. Видели? А что делать? Одно уступает вместо другого. По принципу, что вождей. Ну вот теперь можно с вами прощаться. Когда-то один из фильмов я заканчивал вот тут. Вот тут вот. Потому что я сказал, что вот это дерево было добыто следующим путем. Сергей выписал с Крыма. Все было мертвым, но удалось спасти веточку. Веточку удалось спасти. То есть срезать с полумертвого саженца веточку. И он остался вот этим деревом. Теперь я жду первого положения. Потому что надо убедиться, что она соответствует надписи. Вот и все. Вот так добывается новая сорта. Вот. Ну что, будем заканчивать разговор. Возьми эту самую. Слушай, Сень. Что? Возьми грабли, помоги маме. Ты мне сегодня мало заработал, всего 100 рублей. Позор для 8-летней мальчишки. 100 рублей не деньги. Давай попрощаемся с нашими зрителями. Сделаю улыбку, которая называется «Добро пожаловать». Вот так, смотри. Добро к нам пожаловать. Все. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok